Я являюсь настолько подкованным к богословских вопросам, чтобы выражать суждения на такие темы. Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ситуации на Ближнем Востоке, в частности, иранно-израильских отношений, и прогноз на дальнейшее развитие ситуации в этом регионе. Спасибо. До тех пор, пока Баша Рассет руководит Сирией, ничего страшного организовать там не удастся. Именно поэтому такие попытки его физического уничтожения, именно поэтому попытки давления с целью, чтобы он ушел в отставку, но эти уже попытки закончились. Летом в июле была целая волна материалов о том, что Запад просит, Россия вроде бы согласилась предоставить Баша Рассету и его семье политическое убежище у нас. Как видите, Баша Рассет показал себя как мужчина, несмотря на то, что его основная профессия офтальмолог, и не убежал, остался на своем посту и ведет себя как настоящий сын своего народа, понимая, что его уход из Сирии будет означать в перспективе войну и кровавую баню для его народа. Это первое. Второе. Перспектива израильско-иранских отношений – это следующий этап после свержения власти в Сирии. Пока в Сирии Баша Рассет никакой войны между Израилем и Ираном не будет. То есть идет пошаговое движение. У Запада нет сил для того, чтобы воевать сразу в нескольких местах, для того, чтобы устраивать несколько революций. Посмотрите, все четко по плану. Пока была Ливия, в Сирии были мирные демонстранты и единичные снайперы. Все. В Ливии разобрались. Оружие, деньги, спецназ весь переехал в Сирию. Ну, вот все четко. Покончат в Сирии, значит, дальше двинутся. Но ресурсы у них тоже ограничены. Тем более, что их периодически еще отстреливают. Здравствуйте. Я бы хотел еще раз вернуться к последней работе Сталина. В экономических проблемах социализма в СССР он предлагает сократить рабочий день трудящихся до пяти часов. Как вы лично относитесь к этой идее? Спасибо. Мне очень приятно, что такие молодые люди знают практически Иосифа Виссарионовича наизусть. И читали его вопросы. Как относиться к тому, что Сталин размышлял в своей работе о возможности ведения пятичасового дня? Можно относиться с пониманием. Наверное, любому человеку, который присутствует здесь, пятичасовой рабочий день значительно симпатичнее, чем восьмичасовой. И это очевидно. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, что в этой работе нет однозначного указания Сталина о том, когда этот рабочий день будет введен и каков его механизм. Он предлагает размыслить на тему «хорошо бы вести пятичасовой день». Я думаю, что в этом мы с Иосифом Виссарионовичем спорить не будем. Даже, думаю, самые отпетые либералы в этом смысле со Сталином согласятся. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер. Назовите, пожалуйста, источник информации, что нефть возобновляемый ресурс. У меня на сайте есть статья, и там есть публикации с наших отечественных газет, в которых приводятся слова именитых ученых. Я сейчас не помню их, но там такая степень серьезная. В статье есть, да? Да, 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 для того, чтобы поверить. Если бы я сам это не читал, я бы тоже относился к этой информации скептически. Не из интернета, да, взято? Нет, конечно. Где обезличенная информация? Нет, нет, нет. Там конкретные ученые, которые свое имя и свои звания под это дело поставили. Еще одно. В 2013 году Штаты будут основным поставщиком сланцевых газов на мировой рынок. Сланцевых. И тогда в нашей системе энергопоставок придет каюк. И вот есть такое мнение, что это вызовет смену режима в нашей стране. Поскольку нашим всем гарантиям социальным тоже... Значит, я понял ваш вопрос. Давайте начнем с самого простого. Что для нас с вами сложности точно не составит. Дайте говорить на русском языке, а не на языке наших геополитических противников. Что это значит режим? Какой у нас режим? Давайте говорить тогда везде. Режим британской королевы. Режим Обамы готовится провести 6 ноября фальсифицированные выборы в США. Давайте так говорить. Давайте говорить режим в Бельгии. Давайте скажем про соседнюю Финляндию режим. Ведь там грубейшие нарушения избирательного законодательства. Вы знаете, что в Финляндии можно карандашиком галочки ставить на выборах? Да, карандашиком ставится и все нормально. Потому что разницы нет никакой, куда вы поставите галочку. Потому что там весь политический мир Запада это большой и малый театр. Эти политики ничего не решают, а только играют свои роли. Поэтому хоть кровью пишите, хоть карандашиком, разницы никакой нет. Кто бы не выиграл, будет производиться одна и та же политика с небольшими поправками. В России ситуация другая. Потому что здесь от фамилии президента зависит все, как от фамилии царя, точнее имени, зависело все в России. Приходит слабый царь и Россию мы теряли. Точно так же слабый президент и страну мы можем потерять так же быстро, как потеряли Советский Союз. Просто оглянуться не успеем. Поэтому давайте начнем говорить на нормальном языке. Перевожу то, что вы сказали на русский язык. Может ли от развития технологий сланцевого газа произойти изменение фамилии президента России? Не может. Объясню почему. Потому что сланцевый газ это такой же миф, как нефть, которая кончится. Это очень сложная, очень экологически грязная технология. Там производятся разрывы земли. И никаких масштабных изменений на рынке углеводородов появление сланцевого газа не приведет. На мой взгляд, это на 70% блеф и на 30% только реальная угроза появления новых объемов газа. Поэтому давайте будем все-таки оптимистами и будем понимать, что очень часто наши противники стараются нас разрушить, запуская некие фантомы. Как вот, вспомните, ну, пример самый. СОИ, да? Стратегическая оборонная инициатива. Все, как ее распиарили. Даже фильм сняли перед этим, чтобы удобнее было говорить. Звездные войны. И что? Где это СОИ? Где? Нет ее. Потому что изначально, а я об этом уже и Рейган потом говорил, блеф был. Была задача втянуть Советский Союз в очередной виток гонки вооружений, которой экономика Советского Союза может не выдержать. А тут и Михаил Сергеевич подоспел. А наши кулибины придумали отличный ответ американскому СОИ. Вот что такое, напомню, стратегическая оборонная инициатива? Это они вешают кучу спутников, которые лазерами должны сбивать, значит, летящие ракеты. Обратите внимание, что прошло 20 лет, уже никто в США вот эти спутники с лазерами не вешает. Теперь концепция поменялась, они теперь противоракеты ставят. Так вот, было предложено простое и копеечное решение проблемы этой СОИ. То есть там висят американские спутники, надо их вывести из строя. Как? С наших спутников выбрасываются контейнеры, которые открываются, и там миллионы металлических шариков. Они разлетаются по орбите и выводят из строя все эти спутники. Наши тоже. Но американская СОИ перестает работать. Сколько это стоит? Да вообще ничего не стоит. Несколько миллионов подшипников, которые стоят 3 копейки. И все. И вся СОИ выведена из строя. Поэтому точно так же вот сланцевый газ во многом напоминает американский блеф периода Рейгана. Ну, потом, подходите, заключим. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляем. Николай Викторович, я ваш единомышленник. В первую очередь хотел бы передать большой привет от мальчишек 16-летних из Архангельска, если не ошибаюсь. Попросили вам передать. Они ваши единомышленники, считаются. Спасибо. И вторая часть вопроса. Вот я, значит, встретил, купил журнал Forbes в начале февраля. Там была статья 116 зданий на Невском проспекте. Кому они принадлежат. И вот здесь вот я зачитаю один маленький выдержку, пунктик здесь небольшой, чтобы было понятно. Вот, например, дом Зингера, в котором мы сейчас находимся, кому он принадлежит? В 97-м году... Я просто, я понимаю, что это жутко интересно, кому принадлежит дом Зингера. Ну, может быть, мы можем спросить у работников дома книги, но в другой раз. Потому что, мне кажется, к сегодняшней нашей беседе принадлежность дома Зингера интересна, но не обязательно для того, чтобы мы знали. Поэтому, если у вас есть вопрос, не связанный с принадлежностью дома Зингера, я прошу вас его задать. Да, я понял. Дом Зингера принадлежит банкирам, так же, как и 116 остальных зданий. Я вот три дня назад взял телефон в кредит под 55% годовых в русском стандарте. Русский стандарт, 55% годовых. Значит, если можно, в форме вопроса расскажите тяжелую историю вашей жизни. Как ваша партия будет бороться вот с этими банкирами? Национализация банка нашего центрального, это понятно. Но наши банкиры, вот эти якобы русские, на самом деле они вот такие, как я, русских людей, они просто грабят, понимаете? 55% годовых. Это издевательство. Ну, смотрите, ситуация следующая. Банкиры, собственно говоря, не то, что грабят весь мир, они стараются весь мир скупить. Просто банкиры бывают разного калибра. Вы говорите о банкирах такого калибра маленького, которые грабят на уровне прохожих. Вы знаете, как вот есть гопники, которые на гоп-стоп прохожих грабят. А есть, как говорилось в одном из советских фильмов, люди серьезные, вагоны, мануфактуры воровали. Вот есть люди, которые весь мир покупают, владельцы Федеральной резервной системы и так далее. Поэтому нельзя, решив вопрос на уровне, вот, уличной, так сказать, банковской системы, нельзя его решить, не решив вопрос главный. Это спрут многоголовый. Самое главное, что нужно сделать, взять под контроль возможность эмиссии. Тогда вы, государство, мы, государство, начинает давать деньги банкам под процент. Ну, под какой? Не 8 процентов, как сейчас, а, например, под 1. Соответственно, резко снижается, это вот первый эффект, который сразу можно предсказать, резко снижается стоимость кредитов в России. Эти кредиты выдаются в рублях, повышается спрос на рубли. И вся сегодня ориентированная кредитная политика наших предпринимателей на Запад резко поворачивается внутрь России. Они перестают брать кредиты в долларах, которые стоят дешевле, а начинают брать кредиты в рублях. И здесь, вот здесь, начинается регуляторская форма государства, функция регулятора. Этому банку, под этот процент, этому предпринимателю на этот проект, под такой процент, это все можно регулировать. И законодательно можно регулировать максимально допустимый процент. Все это можно сделать, но нужно решить сейчас самый главный вопрос. А вам, молодой человек, я просто категорически не советую покупать телефоны под 55 процентов годовых. Неразумно это. Большое спасибо за книжку, которую вы написали. Я посмотрел и понял, что здесь не хватает маленького дополнения, по крайней мере для меня. 12 томов, полного собрания сочинения Сталина, чтобы лучше всего понять его. Это собрание сочинения я все прочитал, перед тем, как написать эту книгу. Надо сказать, что собрание сочинений не полное, оно, сейчас я боюсь ошибиться, там тома вышли в 51 году и дальше почему-то перестали выходить, и в них нет вообще послевоенных работ Сталина. Вообще нет. То есть там прерывается на конце 30-х годов собрание сочинений. Видимо, планировали дальше, но смерть Сталина прервала выпуск этого собрания сочинений. Сейчас это библиографическая редкость, но эти книги можно приобрести. Я надеюсь, что, может быть, какое-то издательство возьмет и напечатает. Это было бы очень интересно. Можно в этот момент? Здесь вы очень хорошо сказали про Сталина, его мнение о интеллигенции. Поэтому все о интеллигенции служебные, довольно отчетные, но служебные. По-моему, самый лучший пикер для книжки. Спасибо вам за комплимент, но я просил бы вас все-таки тогда передать микрофон тому, кто хочет задать вопрос. Дмитрий Викторович, здравствуйте. У меня тут короткий вопрос. Из всех государственных компаний крупных, по-моему, акций ВАУ в ЖД, они не находятся в свободной продаже. В ближайшее время мы собираемся их поставлять на биооблоны. Что вы можете сказать по этому поводу? Безобразие. Совершенно четкое безобразие. Значит, на сегодняшний момент есть два направления дальнейшего развития нашей экономики. Первое, которое, к сожалению, озвучивает уважаемый Дмитрий Анатольевич. Это взять все и продать в эффективные руки. Почему они должны быть более эффективны, чем предыдущие те же самые руки, в которые мы все отдали бесплатно в 1991 году? Ну, не очень понятно. Другая точка зрения говорит о том, что приватизация не нужна. И вот даже вчера прозвучала мысль, высказанная руководителем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Викторовичем Шмаковым и депутатом Государственной Думы Исаевым. Они предложили вести так называемые антиваучеры. Смысл этого предложения следующий. Все активы природные, которые принадлежат государству, собираются в некий фонд. И средства от продажи этих активов, они распределяются между гражданами. Ну, грубо говоря, каждый получает свою долю. Это первый вариант. Который мне, я хочу сказать, нравится очень мало. Потому что как-то он апеллирует не к самым лучшим человеческим чувствам. Второй вариант, на мой взгляд, более приятный, когда средства из этого фонда тратятся на какие-то целевые программы. Ну, условно говоря, я бы, например, повысил, резко повысил пособие по уходу за ребенком. Увеличил бы материнский капитал. Для того, чтобы в условиях безработицы у нас женщины могли бы работать матерями. Это было бы и полезно, и хорошо со всех точек зрения. Вот, так вот, что мы с вами видим за вот этим предложением? На самом деле, это призыв к национализации природных ресурсов. Которые в нашей Конституции описаны очень так мутно, непонятно. А там статья четко не говорит о том, что недра России принадлежат ее народу. То есть, есть два направления в одной и той же российской власти, которые призывают к диаметрально противоположным действиям. Вот я сторонник того, чтобы никакой приватизации сейчас не производить. Потому что мы реальные активы отдаем за компьютерные нолики, которые уже на Западе девать просто некуда. И смысла в такой приватизации тоже абсолютно никакой нет. Есть смысл что-то продавать, если вы собираетесь куда-то вложить деньги. Да? Это понятно. Так вот, на сегодняшний момент у нас нет дефицита бюджета, и нет необходимости в получении каких-либо денег. Это первое. И второе, возвращаясь опять к национализации Центрального банка, нужны деньги для повышения материнских выплат. Что сегодня нам предлагается? Нам предлагается, нужно что-то продать, продать безусловно зарубежным инвесторам, понятно, что у нас в стране никто не может купить РЖД, или там Сбербанк, или еще что-то. Значит, взять эти доллары, которые они нарисуют за 2 секунды, нажав на клавишу, ввести в Россию, на эту сумму Центральный банк, так и быть, создаст нам рубли, выкупит все эти доллары, положит их в золотовалютные резервы, а рубли поступят в нашу экономику. Да? И вот как бы с этих рублей можно, значит, какие-то осуществлять проекты, повышать социальные выплаты и так далее. Так а давайте проще поступим. Мы не будем ничего продавать за рубеж, национализируем Центральный банк и просто создадим те же самые рубли, которые он создает только при условии ввоза страну в доллары. То есть фактически создание национальной валюты на сегодняшний день осуществляется при выплате некой дани. Вот Сбербанк отдали бесплатно, можете напечатать деньги свои. Так давайте просто их создадим. Вот о чем идет речь. Поэтому со всех сторон мы с вами возвращаемся к ключевому моменту, к подчиненности Центрального банка, как имитента национальной валюте, правительству. Вот это краеугольный камень всего. Решив эту задачу, не надо Сбербанк продавать. Зачем? Мы начнем создавать деньги. Ведь смотрите, вот в США дефицит бюджета полтора триллиона. Разве Соединенные Штаты продают авианосцы с молотка? Ну не хватает у них денег, ну что бедным делать? Продают автоматы своих морпехов. Может быть самолеты металлолом сдают. Или базу решили кубе продать в Гуантанамо. Ну нет денег у государства, ну что делать? Они просто нажимают кнопочку и деньги появляются. Вот нам нужна такая же кнопочка. Вот что нам нужно.